Для жителей Медведева это уже местная достопримечательность. О том, что когда-то здесь была дорога, напоминают только знаки. Хотя сюда уже лучше на лодке, чем на авто. Не проедешь. Еще недавно эту лужу между частным сектором и многоэтажками облюбовали утки. Но и они улетели. Озеро посреди дороги покрылось льдом. Скоро можно будет и на коньках. Проблема не решалась годами. Этой луже даже завели страничку в Инстаграме. Я лужина Медведева возле 56-го дома. Мне уже более 15 лет. По правилам Инстаграм я тоже могу иметь свой аккаунт. В общем, за давностью лет люди уже новую рекреационную зону воспринимают с юмором. Хотя и не до смеха. На вопросы местных жителей, когда же будет нормальная дорога, в ходе прямой линии ответил губернатор. Сделаем. Это улица в Плане. Там и ливневка, и самодорога. Следующего дома она будет сделана. Еще в феврале был заключен контракт с подрядчиком. Это Дубровский водоканал, который займется ливневой канализацией. Сроки окончания работ согласно муниципального контракта 1 августа 2022 года. Стоимость контракта 95 миллионов рублей. Протяженность автодороги в целом 2 километра 50 метров. Протяженность системы ливневой канализации более километра, которая планируется построить на ДНР-дороге. Получившую печальную популярность лужу уберут. А вот как она образовалась и постоянно пополнялась водой. Это городские коммунальщики выясняют в процессе прокладки ливневки. Там есть разные версии. То ли вода поступает через лотковую систему теплокамер на данном участке, либо где-то идет повреждение водопровода, что дает подпитку постоянную. Часть работ подрядчик выполнил. На участке от 3-го интернационала до индустриальной частично уложены тротуары и выравнивающий слой асфальтобетона. На проблемном участке по улице Медведева работы по укладке ливневой канализации Дубровский водоканал начнет уже в начале декабря. Сроки окончания работ август 22-го года. Андрей Мамошин, Игорь Винничук. События. Брянск.